добрый день страна с вами юрий бажан и сегодня видео такое будет забавное то есть как заработать миллион на столярке вот вы знаете сейчас появилось гигантское количество людей которые стараки вообще ничего не понимают и тем не менее это не мешает им писать разные статьи там снимать фильмы снимать там какие-то видосы там все это выкладывать там и вот люди их смотрят и вот как раз я сегодня представил себя который насмотрелся таких видосов и погнал погнал строить бизнес-планы по заработку столярки короче парни сейчас я вам расскажу как я типа собираюсь поднять лимон за год на столярном деле и это ведь не просто так и рассказываю я это все вычитал на дзене на крутом канале называется стеклянная сказка там чувак короче собрался свои обрезки хотел их спалить короче за забором собрал уже там вот начинает поджигать тут подъезжает . короче . подъехала ну лада правда подъехала с прицепом чувак оттуда вылезает меня зовут олег давай я заберу твои бруски тут такой давай забирай он забрал короче уехал тут он снова встречать через пару дней он опять короче на тачке там короче куча досок у него в багажнике паку багажники в прицепе куча досок и он короче с этим прицепом еле только ты слушать их зачем тебе столько туса брата я их перерабатываю сдаю столярку и получаю бабло я так посмотрел почитал думаю нормально тот его встретил третий раз у него уже не прицеп у него багажник в багажнике досочки красивые лежат и он их везет столярочку к его друзьям они поехали вместе короче заходят столярку те у него берут доски короче бабки отчисляют прикинь да я теперь думаю тоже я короче машина у меня есть я поехал нарубил обрезка всяких деревянных палеты там слушай малеты там какие-то обломки там все собрал домой привез дома у меня останки от деда остались я там все построгал погладил пошкурил масле сам покрыл лачком покрыл и короче столярочку буду сдавать и они мне будут башлять как такому чуваку как тому чуваку знаете сколько 70 100 штук месяц поднимают парень с одной столярки а у него таких три столярки он больше не берет заказ лучше да вот бизнес план бизнес грамот огонь огонь мы сидим ничего не делаем плачем пошел короче зарабатывать свой первый лимон брата ты хоть знаешь что просто надрать палет на улице напилить их отрисмусовать отшлифовать этого мало нужно сначала их высушить нужно завести сушилку загрузить ее всеми этими досками чтобы прошел какой-то производственный цикл но я думаю там дня три хотя бы не случай брак я об этом не думал ты наверно плохо считаешь а я вот читал за тебя вот как ты думаешь сколько тебе нужно палет в день собрать вернее поддонов под под полета до под европа лета чтобы обеспечить себя вот такими задачами штук пять-шесть я подумал соберу в багажник погружу и поеду 25 штук милый друг 25 штук где ты их возьмешь их надо каждую обрезать каждую высушить каждую отпилить каждую прострогать каждую напилить каждую шлифовать каждый покрыть маслом лаком ты хоть писать какой-то объем да еще отвезти отвезти заказчиком я не люблю тебя ты мой бизнес-план сломал пойду искать какой-то другой ну и так еще раз нормальным языком то есть откуда вообще все это взялось то есть ребят я сейчас читаю дзен потому что там пишу мне интересно там я как бы вот читаю людей вот люди пишут это вообще просто пипец то есть вот канал стеклянная сказка чувачок там где-то живет у него там мастерская цветного стекла и он я так понимаю что все свои темы исчерпал уже которые связаны с мастерской да то есть он пишет теперь про все подряд вот и одна из одна из его статей вот как раз называется как чувак там превратил доходы в отходы собирает он их бесплатно продают за три с половиной тысячи опять же непонятно три с половиной тысячи он продает сколько там одну доску две куб там миллион кубов пофигу вот продать за три с половиной тысячи и читаю эту чудесную статью то есть он красиво конечно пишет там все у него молодец что вот у него там появился там знакомый олег который как бы там полета собирает потом их дома строгает потом как бы обрабатывает там маслом сдается в столярную мастерскую тему башляют и как бы вот у него такой бизнес он получает 170 тысяч с одной мастерской ребят но это бред просто просто бред силой кобылы то есть тот человек который это написал вообще ничего не понимает в этой системе вообще еще 0 вообще полнейший и вот чтобы как бы не быть голословным да и вот вопрос посчитает вот смотрите кроме всех прочих своих заслуг я еще и пишу книги то есть я единственный вообще в россии столяр блоггер там руководитель своей собственной столярной токарной школы на которой к тому же еще и пишет книги вот моя первая книга современная столярная мастерская значит в этой книге все про мастерскую то есть как все должно быть устроено какие станки стоят как на каком станке работать какие у какого станка характеристики что важно на что обратить внимание что нужно покупать что не нужно покупать вот вот в этой книге весь мой собственно говоря опыт столярный и немножко даже токарного книга вышла достаточно давно в октябре прошлого года и очень много людей уже купили прочитали и на ее странице сети много множество отзывов и принципе они все почти хорошие вторая моя книга это бизнес столярки то есть эта книга про то как заработать денег именно занимаясь столярным делом но на самом деле практически все бизнес-советы которые здесь прописаны они подойдут и не только нам столярам да но они подойдут любому человеку который занимается продажей изделий изготовленных собственными руками и здесь много-много всего про то как именно заработать денег как не работать просто получается тарелку супа а работать именно за деньги за деньги реально и эту книгу тоже сейчас уже достаточно много народу прочитал хотя она вышла всего лишь что в нас в феврале многие люди которые прочитали мою вот эту первую книгу современная столярная мастерская купили после выхода еще и вторую и вот у них теперь две мои книги и я рад что понимаете то есть людям интересно то о чем я пишу то есть видимо я все таки что-то могу если люди покупают мои книги за деньги и читают их и пишут мне благодарственные отзывы так что братцы хотите заняться солярными делами вот часть литературы которая для вас как которую для вас я подготовил я написал еще раз вводные данные то есть чувак ездит на своей машине там чем там даже написано какой лада въезд у него и свой кросс вот у него прицеп и туда он грузит как бы вот эти поддоны собирает потом привозят на как бы к себе там перерабатывает и сдает столярку столярную мастерскую по цене на 30 процентов ниже рынка те у него как счастливы берут и в общем все у них хорошо и так представляем отсталкиваемся от денег то есть вот он пишет что 70 100 тысяч человек зарабатывать получается одной столярки хорошо мы берем цену на лес сейчас да то есть мы берем прям вот такую прям вот с потолка цену которая не совсем с потолка а сухая строганная доска стоит сейчас примерно 41 тысячи закуп это она стоит для лохов для нормальных людей я думаю нормальные люди могут найти по 30 вполне то есть вот мы считаем что в столярке работать люди ненормальные и они берут по 41 тысячи за куб да но поскольку он там еще и выглаживает там и он им еще и господи шлифует полирует там лаком покрывает маслом покрывает то есть мы считаем что вот они у него принимают по 41 тысячи то есть 30 процентов как бы от цены рынка мы отстегиваем то есть 41 тысячу они ему платят за куб леса куб сосны обработанный это конечно тоже такая цифра с потолка потому что мне кажется никто не будет платить ну ладно то есть платит ему там 41 тысячи и вот чтобы ему 41 тысяча заработать рублей вернуэк чтобы заработать ему 100 тысяч как бы вместе он получает мы будем считать что не сто а 8 чтобы нам считать было удобнее 82 тысячи то есть он должен привезти в эту столярку два куба переработанные древесины мало того там пишется что у него не одна столярка 3 то есть есть умеет три столярки то он должен привести шесть кубов переработанная древесина и теперь мы думаем откуда он ее возьмет т.е. там было написано Что он собирает поддоны Потом эти поддоны разбирает И давайте смотреть Европоддон 1200 в длину 8 досок пригодных Для того чтобы их переработать В этих досках забиты гвозди В центре и по краям То есть эти места надо нам отрезать Потому что Что же мы будем тратить время Чтобы доставать эти гвозди Причем там не гвозди сейчас А там какие-то шурупы Не пойму с чего Придется эти места отрезать И получается у нас с каждого поддона 16 кусочков полуметровых Ну вот предположим Мы эти 16 кусочков переработаем И сейчас мы все это посчитаем Мало того что у нас Эти 16 досочек получается Еще половина из них Нет я посчитал что Одна треть из них еще уйдет в отход Это тоже как бы такое знаете Очень как бы много я им положил На самом деле больше идет в отход И вот если все это посчитать То В одном Чтобы собрать куб Который этому алебу нужно продать Нужно 85 поддонов 85 поддонов Где-то взять Чтобы собрать с них куб древесины 85 Вы вдумайтесь просто в цифру У него получается 6 кубов То есть если 6 кубов Это 510 поддонов 510 поддонов Это 25 поддонов в день Должен человек переработать То есть он их должен Во-первых где-то взять 25 поддонов в день Вот смотрите горка Да Вот в этой горке 20 поддонов Вот Горка в 25 поддонов Она немножко больше Вот И вот представьте себе Что вот это вот количество сосны Причем которая сырая Говеная там Она вся в сучках Она вся в этом самом В каре там То есть туда идет Самая говеная сосна На эти поддоны Вот И он из этого Вот делает шикарный материал Который потом продает По 41 тысячи За куб этим бедным Столерам Который они у него Должны его купить Это мало того еще Там доска идет В этот поддон 22 миллиметра После того как он ее высушит И отстрогает Она будет максимум 20 миллиметров Там же пишется Что вот там ребята делают Мебель в стиле лофт И им нужны значит Как бы вот доски То есть Ну что такое Лофт что такое То есть это толстая доска Толстая деревяшка Которая привернута Там в толстой железке Вот это лофт Вот А там никакой толстой доски нет Только 20 миллиметров И все То есть о чем я все это говорю То есть вот я вот прям Не поленился Сел посчитал Вот по какой хрен мне все это было нужно Я не знаю Но Хочу вот дать Как бы конечный Отвешивали Конечный результат всему этому То есть братцы Вы никогда не сделаете Из говна конфетку Понимаете В каком-то отдельном случае Может быть Где-то там Что-то там Вы сможете где-то найти Какой-то там кусок деревяшки И сделать из него Что-то одно единственное Но чтобы поставить на поток Вот это все То есть брать где-то деревяшку Потом там ее обрабатывать Сушить там все Туда-сюда Намного выгоднее купить ее Купить сухую Напилить там И все Кому это нахер надо Вот это все Кто это придумал Такой бизнес-план Такой сложный То есть видимо Стеклянная сказка Я конечно не буду Учить стеклянную сказку Как сам стеклом заниматься Потому что это глупо Я в этом ничего не понимаю Но почему стеклянная сказка Пытается нас Научить заработать Миллион на старых поддонах Вот братцы Вот в общем Такое видео То есть не бойтесь С говна конфетки Никогда Пользуйтесь нормальными Материалами Все у вас будет хорошо Хотите столярить Берите нормальный материал Уж никак не переработанные поддоны Ну то есть Их только если На ДВП перерабатывать Вот единственные Или на ДСП Ну никак уж там Не на чистый материал Ну то есть Тот кто мог Предположить себе Такой вариант развития событий Это вообще ничего не понимает Столярная Все А мы с вами понимаем Мы с вами крутые столяры Так что вот страна До свидания Скоро Новый год Кстати новогодний конкурс У меня на канале идет И все вы наверное Помните Что нужно Всего-то навсего Сделать изделие Прислать мне три фотографии Этого изделия В изделии должно быть Какой-то Минимальный точенный элемент И три фотографии Это вы с этим изделием Это изделие в новогоднем интерьере И это изделие Подарок Который вы дарите кому-то Конкурс так и называется Новогодний подарок До свидания страна С вами был Юрий Бажин